Добрый день, Юрий Андреевич. 21, 22, 23 августа в Висагиносе пройдет 30-й юбилейный турнир по большому теннису. Скажите, и он пройдет на новых обновленных кортах. Скажите, какой юридический статус нового сооружения, кто организует турнир и чем он уникален? По поводу юридического статуса скажу просто, что в 2001 году решением Висагинского самоуправления теннисные корты были переданы спортивному клубу Висагинотеннисос и спортивный клуб Висагинотеннисос является управляющей организацией. Значит, что по поводу турнира, организует этот турнир спортивный клуб Висагинотеннисос. Этот турнир является традиционным, как вы уже сказали, он проводится в 30-й раз, то есть первый турнир был проведен в 84-м году. И проводился он не на этих кортах, а, так сказать, в танцевальной яме. Эти корты были в эксплуатации 20 с лишним лет. И вот в 2013 году они попали в проект реконструкции и, как вы сегодня видите, реконструированы на самом высоком уровне. То есть у нас уникальное покрытие, профессиональное, хард-акрил, оборудованы по последнему слову техники раздевалки с туалетами, душевыми, полы с подогревом, инфракрасное отопление и удобные раздевалки. Турнир, который мы собираемся провести, имеет любительский статус. В нем участвуют члены теннисного клуба Висагинотеннисос и приглашенные гости из Вильнюса, из Зароса, из Утины, из Игналины. И приятно, что в этом турнире принимают участие люди, которые учились, жили, тренировались на этих кортах, а сейчас они как гости приезжают из других городов. Еще более приятно, что на наши корты возвращаются ребята, которые когда-то здесь учились и жили, закончили учебные заведения и живут уже в Висагиносе на постоянной основе. И они продолжают заниматься теннисом. И вот соревнования будут проходить в двух разрядах. В парном разряде будут принять участие в основном ветераны тенниса от 45 и старше. А в одиночном турнире будут принять участие в основном молодежь до 35-40 лет. И я думаю, что об уровне игры этих людей можно будет в полной мере говорить после окончания турнира. Но я думаю, что страсти будут кипеть очень сильные, потому что я знаю, кто на что способен и у кого какие спортивные амбиции. И знаю, что ребята готовятся серьезно, как молодежь, так и ветераны. И я думаю, что людям, которые далеки от тенниса, будет очень интересно прийти, посмотреть, как это проходит на наших вновь обновленных кортах. И получить массу удовольствия. И вместе с тем, может быть, появится желание заняться теннисом. Понятно. Юрий Андреевич, любителям тенниса будет интересно узнать, смогут ли принять участие в турнире рядовые жители города Висагиноса. Если да, то будет это платное или бесплатное для них участие? В турнире принимают участие все желающие. В турнире проводят спортивный клуб Висагина тенниса за свои средства. Стартового взноса нет. Игроки будут обеспечены площадками, мячами, победителями призами. И ограничений нет на участии в турнире. И напомните еще раз более конкретно, когда стартует турнир, во сколько, до скольки, какая его продолжительность и в каких видах. Начало турнира запланировано на 21 августа. С 17 до 18 часов сбор участников, жеребьевка и сразу начало парного турнира, потому что в нем зарегистрировалось больше всего участников. Парный турнир начнется в пятницу, будет продолжен в субботу. Одиночный турнир будет начат в субботу после обеда и закончится в воскресенье 23 числа. А во сколько пройдут финальные игры? Ориентировочно трудно сориентироваться по времени, но я думаю в районе 16-17 часов будут финалы парного и одиночного турнира. Спасибо вам за развернутое интервью. Желаем успехов и повышению мастерства на новых кортах. Спасибо большое. А я всех желающих приглашаю на наши теннисные корты. Спасибо.